Друзья, всем привет! На этом месте 5 лет назад мы снимали BMW 530 дизель. Новенькая машина по цене примерно тогда 3,5 миллиона рублей. На сегодняшний день, июнь 2024 года, и на этом месте стоит Geely Atlas. В максимальной комплектации флагшип, 2-литровый мотор, полный привод. За те же самые плюс-минус 3,5 миллиона рублей. На ютюбе огромное количество обзоров на этот автомобиль, и вас, как зрителей, надо удивлять чем-то новым и полезным. Именно поэтому я сделаю сегодня акцент, например, на цены. Ведь зайдя на официальный сайт, вы увидите стартовую отметку в 2 миллиона 850 тысяч рублей. Кому-то может показаться, ведь еще же можно сторгануть. Но нет, ребята, это все фейковые цены, так их и назову, потому что купить автомобиль по этой цене невозможно. Какие реальные цены на этот автомобиль? Такие реальные ставки, ведь они начинаются с 0,01%. И это действительно так. Сколько стоит на этот автомобиль каска? Техническое обслуживание, цены на которое у многих шокируют. Послушаем кратенький отзыв владельца, и после просмотра сделаем с вами общие выводы. Брать ее или ну ее нахрен. Приятного просмотра, мы начинаем. Именно об этом мы сегодня поговорим, но я хочу начать с козырей. Потому что люди активно покупают эту машину, начинают про них рассказывать. И вот один из отзывов. Подытоживая, машина дает комфортное перемещение по городу. Второй критерий после надежности. В целом хорошая, вместительная, классная машина. Но буквально недавно машина не завелась. Подхожу к ней, зажигание не включается. Тормоз каменный. Кое-как завел ее дистанционно. Вроде бы этого больше не повторялось. Но будет ли это дальше, вот это большой вопрос. И вот в этом всем китайцы. Мы даже не будем делать никакие подводки. Мы с этого и начнем. Почему? Первое, с чего начинается знакомство этого автомобиля у людей, это внешний вид. Они смотрят на них на ютубе. Мы сегодня послушаем владельца, что он про нее расскажет. Слушают про них отзывы. Люди показывают, рассказывают. Говорят, что джили-джили-джили. Вольво-вольво-вольво. Вот примерно так сегодня начался разговор. Надежная машина, проверенная. Ну, а, наверное, одна из лучших, если сравнивать всех текущих китайцев. Но у китайцев всегда есть, знаете, свои вот эти вот такие тонкости. Вроде бы внешний вид классный. Но отличительная особенность этой тачки это капот. Помните капот Камри? Здесь гораздо круче. Я офигел. Если вы будете присматриваться к покупке этого автомобиля, просто придите в салон и попробуйте его открыть. Вот эта вот вещь вполне может заменить тренажер. Вот так вот делай по 20 раз. У тебя бицуха кровью зальется. Он просто очень тяжелый. Друзья, я не могу передать, но он нереально тяжелый. Так самое, что интересно, китайцы в своей вот этой максимальной комплектации, тачка, которая сегодня вообще за наличку может обойтись вам 3600, не сделали газоупоры. Почему это важно? Казалось бы, ну что, сложно тебе поставить палочку? Нет, не сложно. Но у нее бачок омывателя 3,5 литра. Это мало. Соответственно, нету датчика. Они сэкономили на газоупорах, сэкономили на датчиках. Как у нас говорится, на спичках экономят. Но это все влияет на комфорт. Ладно там, владелец мужчина, а вот так вот жена твоя поедет. Девчонки бывают метр шестьдесят ростом. Она, во-первых, его поднять офигеет реально. Во-вторых, с этим датчиком. Вот она зачем сюда и полезет. Это первое, с чего все начинается. Когда мы сейчас будем его закрывать, обратите внимание просто на переднюю часть. Потому что капот ты бросаешь, ну чтобы он хлопнул, она прямо вот себя гулять начинает. Это еще бог с ним. Далее, мотор 2 литра. Работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Полный привод. И вот это сочетание, когда люди его услышали, что во, будет автомат, полный привод, 2 литра. Все, берем. Однозначно берем. Полазил в интернете, почитал комментарии. Люди пишут, те, у кого передний привод, и, мол, выясняется, что скоро будет полный привод с автоматом, ну пердак точно загорелся. Почему? Вот владелец даже говорит, присматривались они к автомобилю еще в прошлом даже, можно сказать, году. Когда они пришли, им сказали, через полгодика выходит вот такая версия с полным приводом, с автоматом. Ну все, ждем. Взяли ее. Ликвидность в нашей стране это очень важно. Люди хотят автомат. Китайцы это наконец услышали, поставили. Передний привод и робот, ну его нахрен. Значит, касательно мотора. Здесь очень спорно, потому что 2 литра, я так, по-моему, он ставится и на Tugel этот 2 литра, и на Manjaro этот 2 литра тоже втыкается просто. Везде идут разные настройки по прошивке. Не, узнавали, там отличие действительно только в прошивке. Железо, все, мотор полностью идентичен. Но каких-то адекватных прошивок массовых на текущий момент я не находил. То есть даже если там, может, в интернете попробовать поискать, есть ребята, которые это делают, но какого-то массового решения пока нет того, чтобы люди спокойно ехали, это как-то быстро, удобно ставили. И это точно хорошо бы работало. Пока я такого не слышал и не встречал. Здесь он выдает 200 сил. Разгон у него реальный примерно. Я смотрел, мерят ребята 8,7-9 секунд. Вот в этом диапазоне, когда один человек в автомобиле. 20 километров. Ну вот она 0,60, я вам так скажу, она будет более чем разгоняться. Очень хорошо, я бы даже так сказал. Потому что прям газку даешь, она полетела. В принципе, вот 0,60. 100-200, это даже ей не надо. Ей вообще об этом даже думать не нужно. 100-200, это не ее история. Менять прошивку, это первое. Вы по-любому слетите с гарантией, раз. То есть уже человек вряд ли полезет с новой машиной. Потому что покупая новую машину, люди хотят ту самую гарантию. Это важно. Китайские оригинальные аксессуары. Что у вас всплывает в голове, когда вы слышите эту связку? Ну вот посмотрите, автомобиль уже другой, где человек покупает его новому дилеру и говорит, я хочу себе оригинальную запчасть на крышу, чтобы я мог возить велосипеды. Ему ее ставят, и тут происходит следующее. Сначала, говорит, вообще бывало не открывался до конца, упирался вот в эту часть. Сейчас вроде как открывается до конца, вот он подснял видео, но сам смысл в том, что она упирается. Что это такое? Кривые руки или же это вот недоработки китайцев? Ведь вы помните прекрасно, что люди, кто сталкивался с ДТП, заказывают три детали одной и той же, потому что одна из них точно подойдет, так как не всегда попадают с размерами. 95-й бензин машина потребляет, расход поговаривает 12 литров. На мой взгляд, это дохрена, потому что, опять же, китайцы там заявляют 6,8, но это смешанный цикл, когда ты по трассе там мотыляешься. По факту вот 12 литров, но это, блин, немало. У меня 3 литра 340 сил, 12 литров расход по городу. Как вам такое? А так, в целом, вот эту цепочку, это вот да, я сегодня делаю выжимку. Вы, вот, можете этот ролик посмотреть, я вам сегодня озвучу, вот самое основное. Вот это вот, люди, все. Автомат, полный привод, 2 литра мотор, джили, она Вольво. Вот на этом мы, как бы, здесь можем заканчивать, потому что вот этого людям уже достаточно. Значит, смотрите внимательно. Вот покажи, пожалуйста, с той стороны вот эту часть просто. Ну, вот я примерно с такого расстояния, реально, очень тяжелый капот, это просто жесть, блин. В общем, через камеру не показать, но это надо было видеть глаза владельца, когда я первый раз при нем закрывал капот, и когда он увидел, как гуляет весь вот этот пластик, поэтому зайдите в салон, позакрывайте капот на выставочных автомобилях, и вы все сами поймете. Сейчас мы с вами прервемся, а после я вам вообще расскажу реалии цен на этот автомобиль, сколько они стоят, какие там ставки, в общем, вот эту вот выжимку вам тоже дам. Если вдруг кто не понял, это были слова благодарности для 0,07% зрителей моих из Кореи. И нет, это не потому, что корейские авто готовятся к мощному камбэку и спасут нас от китайцев. Жаль, конечно, но будем реалистами. Под санкциями к нам в Россию еще попробуй что-то везти. Но с чем, как ни странно, корейцам все-таки удается нам помочь? Так это с поставками европейских присадок Infinium для производства моторного масла. И попадают они прямо сюда, в моторное масло Mirax MX-9. Вот просто статистика, в каждой третьей канистре стоимостью до 3000 рублей сейчас контрафакт. А самые крупные российские производители, российских производителей перешли или на китайские, или на белорусские присадки. И они пока вообще не проверены исследованиями, ведь тестирование присадок происходит годами. И прямо сейчас этот эксперимент проходит на наших двигателях. При том, что защищают двигатели от износа не базовые масла в составе, а именно присадки. Да-да, ребята, хочу сделать акцент, что безопасно проехать до замены масла те самые 10-15 тысяч километров мы с вами можем только благодаря присадкам. И очень круто, что в Mirax MX-9 они по-прежнему европейские. Даже несмотря на санкции. Ребята, конечно, молодцы. Не экономят на качестве. А значит, и на безопасности наших с вами двигателей. Двигатели, кстати, почти любых мирок создан и для корейских, и для европейских, и для китайских автомобилей. Линеек у бренда много. Так что спокойно выбирайте свою по ссылочке в описании. А от меня скидка по промокоду МАШКОВ24. Оформляйте заказ прямо сейчас. А мы продолжаем. Бак 52 литра. Тоже говорят, какого хрена 52 литра? Что нельзя сделать побольше? Бак сделать нам побольше, пореже заезжать на заправку. Так как люди отправляются, понятное дело, не на нулевом баке, а там 12-15 литров остается. В общем, на это тоже жалуются. Пластик. Вот этот пластик. Вот машины сейчас новые выезжают. Я не знаю, может быть, на предыдущих версиях что-то по-другому было. Но вот многие отмечают, что ветки пескоструй, вот эта часть, она прям сильно-сильно царапается. То есть человек приходит, от него новая машина, так сказать, изюм его. Он от нее балдеет. Но вот эти вот царапки, в том числе и по салону, задевают, отмечают это как минус. Вот здесь важно понимать, что это, казалось бы, мелочи. Но чего вы придираетесь? Ну вот хороший отзыв. Что будет с этими машинами через 5 лет? Кончается гарантия, все, нужно менять автомобиль. И в каком состоянии будет салон, в каком состоянии будет внешний вид автомобиля. Вот это вот интересует людей. Сегодня, конечно, ну, царапка. До чего вы прицепились-то? Еще бывает такой момент, да, мы отмечали, что действительно у китайцев, если пройдет, например, град сильный, по некоторым моделям пластик, не пластик, а металл тонкий, остаются прям вмятины. Но визуально, вот когда смотришь на автомобиль спереди, сбоку, сзади, он прям сильно людей подкупает. 20-е колеса. Здесь китайцы еще воткнули неплохие шины. Гудьер. То есть, ну, 20-е колеса, ну сколько? Я думаю, они 1100, а то и больше будут стоить такие шины. То есть, ну, тоже неплохо. Но можно легко поцарапать диски, потому что они прям вот вровень стоят. В целом, когда ты смотришь на этот автомобиль, он, в принципе-то, неплохой, ну, согласитесь. Когда я посмотрел на него, только думаю, ну, да, если как бы сравнивать даже с Toyota и RAV4, к примеру, там, Tiguanами и еще что-то, здесь, естественно, вкусовщина. Вы можете сказать, типа, Дима, ну, в смысле, Tiguan. Просто одно слово, только Tiguan сразу перебивает всех китайцев. Но Tiguan бы сегодня в максимальной комплектации 220 сил стоил бы, ну, я думаю, миллионов 5, там, 5,5. А когда ты начинаешь свои денежки считать, такой типа, ну, Tiguan классная тачка, но Geely Atlas в полной комплектации стоит гораздо дешевле. А вот здесь мы с вами переходим к самой интересной теме. Сколько стоит эта машина, какая у нее реальная цена, какие будут ставки по кредиту, какие будут у вас платежи, сколько стоит техническое обслуживание и так далее, и так далее, и так далее. Потому что это самый популярный вопрос, если вдруг человеку машина понравилась. Давайте залетим для этого на официальный сайт. И первое, что нас здесь встречает, это новый Atlas спеццена от 2 миллионов 850 тысяч рублей. Это все хрень полная, потому что эта цена указана за комплектацию лакшери с передним приводом, с учетом всевозможных поддержек за трейд-ин, за кредит. Я задавал вопрос дилеру, вы вообще хоть раз эту машину видели вот в этой комплектации? Да, но крайне редко. Такие машины действительно есть, их очень мало, наверное, там, максимум, ну, 5,100. Я такие машины принципиально не заказываю, что Тугелу лакшери, что Манжаро лакшери, что Атлас лакшери, я такие машины не заказываю. Они, как правило, очень плохо продаются, поэтому в них абсолютно нет никакого смысла, поэтому и везут их немного. Для чего так делают? Это, ребята, живой пример маркетинговой цены. Чтобы везде по рекламе можно было кричать, что новый Джили Атлас от 2 миллионов 850 тысяч рублей, приезжайте к нам скорее. На деле, когда вы приезжаете к официальному дилеру, как правило, люди видят две комплектации. Это флагшип и флагшип спорт, разница между которыми 100 тысяч рублей, разница незначительная, колеса и чуть-чуть по внешнему виду. Открываем официальные расценки. Именно по таким плюс-минус сейчас стараются дилеры торговать. Вот что мы с вами видим. Дайте я их вам прокомментирую. Ну, первое, 150 тысяч рублей скидка по кредиту, она действительно будет. О ставках я вам сейчас расскажу. Есть два вида трейдына. Это лояльный или нелояльный. Вы можете зайти, посмотреть, к лояльному там могут относиться. Например, вы сдаете тягуанчик. Они скажут, о, это ты молодец, мы тебе сделаем поддержку 200 тысяч рублей. А дальше простая математика. Очень часто люди задают вопрос, ну, вот вообще трейдын будет мне выгоден или не будет? Зачем гадать? Когда можно доехать до двух-трех дилеров разных, попросить их посчитать вживую ваш автомобиль, и у вас сразу будет понимание. Условно, за вашу машину дают миллион двести плюс двести тысяч или сто пятьдесят тысяч поддержка. Итого, ну, к примеру, вы продаете ее за миллион четыреста или миллион триста пятьдесят. И тут вы уже для себя принимаете решение, норм это конкретно для вас или нет. Потому что бывает огромное количество ситуаций, где людей устраивают. А есть те, кто говорит, смотри, да я ее сейчас выставлю за миллион шестьсот, она продастся за один день, и она реально продается за один день. И человек еще с двухсоточкой в кармане остается. Ему эта поддержка по трейды нахрен не нужна. А есть ровно наоборот. Когда человек думает, что он выставит за миллион шестьсот, выставляет звонков ноль, либо приезжают люди и говорят, мы у тебя заберем за миллион триста. А тут миллион четыреста или миллион триста пятьдесят. Ну, понимаете, все нужно считать. Простая математика. Таким образом, с трейдином мы с вами разобрались. Здесь важный момент. Какая будет честная цена, если мы говорим про наличку. Вот автомобиль, в нашем случае максимальная комплектация с полным приводом. Давайте его за основу возьмем. Три миллиона семьсот тысяч рублей. Если вы захотите купить его просто за нал, и у вас есть дикое желание найти ноль, чтобы вам вообще машину отдали просто в ноль, чтобы ниже уже только вам доплачивают. Вот поговаривайте, я узнал для вас эту информацию. В частности, с флагшипа. Там наценку, доходность его, это сто семьдесят тысяч рублей. Давайте округлим даже чуть в большую сторону. Двести тысяч рублей. Вот если вы найдете автомобиль себе за наличку три миллиона пятьсот тысяч рублей за флагшип спорт, ну можно считать, что это чудо, вам вау, как повезло. Если вы вдруг найдете еще ниже, и вас никто не дурит, вам реально готово отдать, ну это будет шикарное предложение. Таким образом, теперь вы знаете. Я задаю вопрос, как вообще чаще всего покупают? Слушай, редко и мало есть людей, которые приходят с минимальными первоначальными взносами, чаще всего все стремятся к низким ставкам, ты их в таблице увидишь, и часто первоначальный взнос превышает 50%. Ну то есть, либо сдают машины дорогие, там типа два миллиона, два двести, и что-то добавляют обычно. Нету такого, что только, ну очень мало такого, чтобы первоначальный взнос был только машина. Чаще всего такидают, чтобы это было 50-60% от стоимости и выйти на низкие ставки. В рассрочку тоже оформляют, и при том, что активно, то есть 70% его есть. Там, грубо говоря, из четырех, вот я на выходных выдал четыре машины, из них было три атласа новых полноприводных, и два из них поехали в рассрочку. То есть было больше 70% первоначальный взнос, остальное на два года в рассрочку, с комфортными платежами, там по 27-28 тысяч, ну то есть условия реально хорошие. При рассрочке нету ни единственного, вообще ни малейшего продукта, кроме каска. Только каска, там за 60-70 тысяч, и все. Даже нету, вот у черри, я знаю, там есть банковская еще тема, ДМС какая-то еще, что-то за 50 тысяч. Вот этого ничего нету. Единственное, что, драйв-клик иногда включает, да иногда, в принципе, всегда, драйв-клик включает смс-информирование за 6 тысяч рублей. Но 6 тысяч рублей при нулевой ставке – это копейки. А вот теперь давайте разберем с вами на живом примере. Как в школе закрепим материал. 3 миллиона 700 тысяч рублей стоит машина в максимальной комплектации. Минус 150 тысяч рублей поддержка, если вы берете кредит. Таким образом, 3 миллиона 550 тысяч рублей. Как говорят ребята, нужно набрать хотя бы на 50%, чтобы был первоначальный взнос для пониженной ставки. 50% – это 1 миллион 775 тысяч рублей. Вот если у вас есть такая сумма денег, то вы попадаете вот под такие ставочки. И смотрим, на 1 год, на 2 года, на 3, на 4, на 5. 6,7. Классический кредит, как правило, это 5 лет. Здесь ставка у вас будет 11%. И как теперь понять, какой же у нас будет платеж? А все очень легко. Забиваете в интернете кредитный калькулятор. Вот такой вот он у вас должен вылететь. 1 миллион 775 тысяч рублей. Я вам говорю, был бы отличным учителем в школе. Ставим 60 месяцев. Ставка у нас 11%. Enter. Что мы видим? 38 тысяч 593 рубля. Это ежемесячный платеж в месяц. 540 тысяч рублей – это переплата. Хм, нехило. Что будет, если мы собрали по сусекам, еще что-то довнесли. Например, в долг мы берем 1 миллион 400. Здесь вы уже как раз можете сидеть и играться. 30 тысяч. А если мы возьмем на 84 месяца, ставка у нас там получается 12,5%. Таким образом, платеж будет 25 тысяч рублей. Почему я стараюсь так детально все это разжевать? Потому что это один из самых первых и самых главных вопросов для вас, когда вы хотите купить абсолютно любой автомобиль. Посмотреть тест-драйвы и обзоры – это пожалуйста. А вот такую математику понять? Во-первых, может далеко не каждый. Люди уже не привыкли что-либо считать. Так, более того, когда вы приходите к дилеру, вам могут проехать по ушам. Про это тоже надо не забывать. Мы длительное время снимали выпуски, показывали, как обманывать с кредитами, с трейдинами, вообще в целом, как дурят дилеры. Ровным счетом не изменилось ничего. Когда есть задача обмануть, она выполняется по тем же самым схемам. Так, например, вот сюда, когда у вас первоначальный взнос должен быть 1 миллион 775 тысяч рублей, может запросто прилипнуть тысяч, так, например, 150. Что это будет? Карта помощи на дороге, это может быть ГАП-страхование, это может быть медицинское страхование, это может быть что угодно. И вам скажут, ну, без этого никак, без этого нельзя. Слышали такие истории? Ну, зачем повторяться? А надо, а надо повторение, мать, учение. Что еще важно учитывать? Каска на автомобиль будет стоить 70-100 тысяч рублей, может и выше, все зависит от вашего стажа, возраста, аварийной езды, прописки. Далее, техническое обслуживание. Вот это тоже интересно. Я вам показываю вот такую графу. Вот на эти цены, как говорят, и стоит ориентироваться. Вот первое техническое обслуживание 23 тысячи рублей, второе техническое обслуживание под 30-ку. Еще интересный момент. Колесики красивые, здоровские, 20-е. На зиму хорошие зимние шины, но если прям хорошие, они будут стоить там 1150. Если что-нибудь среднячковое, 1100. Можно, конечно, посмотреть оригинал. Китайский оригинал, он будет дешевле. Это тоже нужно учитывать. Присаживаемся с вами за руль. Здесь, так сказать, футуристическое китайское будущее. Планшет стоит, и больше ни хрена нету, никаких физических кнопок. И вот это, с одной стороны, кто-то говорит, ну это же будущее. Зачем вам кнопки, когда есть планшет? Один раз ты в него погрузился, под себя все настроил, тебе уже все будет ясно, понятно. Ну, во-первых, пока сейчас он новый, он летает, да, он у тебя быстро работает. Потом поговариваю то, что память здесь начинает забиваться. Многие про это пишут, снимают, отмечают, что со временем он начинает подтормаживать. Далее, вот сюда на самом деле, ну реально, ребят, вот приподнять его чуть повыше, вот сделать просто полоску вот такую, и чтобы вывести сюда все самые горячие кнопки. Подогрев, вентиляция, еще что-то, ну что нужно, чем вы чаще всего пользуетесь? Точно так же спросил его владельцу, он говорит, ну блин, было бы неплохо. Потому что хотелось бы видеть просто физические кнопки. В машине установлена панорама. Панорама вообще сама по себе вещь не дешевая. По факту она нахрен многим не нужна. Потому что панорама, это когда ты садишься, покупая автомобиль, ты такой, о, панорама, здорово, все. Далее ты ей никогда не пользуешься. Ты когда сидишь как водитель, ты смотришь вперед, боковые зеркала, вот это тебя волнует. А что там наверху, неважно. Ну, как правило, это такой визуальный эффект, вау, детям нравится, под детей берут. Ну, как правило, друзья, это та самая опция, убрав которую, и скопив, так скажем, бюджет, можно было бы сделать газоупоры раз. У человека максимальная комплектация, он говорит, у меня нету контроля слепых зон в зеркалах. Говорит, вот на Кулрее там за 2 миллиона он есть, а у него в новой машине, в такой богатой комплектации нету. Бачок расширителя можно сделать, не расширитель, а бачок омывайки можно сделать там на 5, на 7 литров. Ну, условно там, хотя бы даже на 5. Можно, бак побольше можно было бы сделать, можно было бы сделать. То есть, мне кажется, это и остаться в той же самой ценовой категории. Вот это вот действительно было бы круче, потому что такие вещи, я думаю, они со временем придут, и это будет что-то типа а-ля второе поколение рестайлинг, где появились эти обновления. Длительное время мы все с вами хейтили японцев, корейцев за шумоизоляцию, за их лакокрасочное покрытие, и за вот эти вот истории, когда ты подходишь, берешь автомобиль. А у него ручка такая, знаешь, легенькая, потому что, как правило, они переднюю часть те же самые китайцы делают так, чтобы потяжелее, но все равно, в данном ключе, например, у Атласа, у него что передняя, что задняя дверь такая легкая, то есть, знаете, как дешевит. Тяжело это вам передать словами, это надо самому подойти, вот так поискать, поиграться с ней, но место сзади. Вот подходи, пожалуйста, ко мне поближе, ты сел, переднее сиденье сделано, то есть, действительно, места достаточно. Детское кресло поставить это будет неплохо, опять же, здесь уже как раз мы можем наблюдать ту самую панораму, за которую платишь немаленькие деньги, поэтому с точки зрения заднего пространства, когда люди пересаживаются с седанов, пересаживаются с автомобилей, которые поменьше, потеснее, ну, конечно, они такие, нифига себе, новая, тачка у нас больше места. Знаю, некоторые жаловали, что если говорить про него как про семейный автомобиль, что не хватает, побольше бы различных дополнительных ниш, всяких кнопочек, фигопочек, именно как семейных. Ну, где-то можно дополнительную зарядочку, розеточку сделать, еще что-то там для хранения бутылок, но это, так, наблюдение от человека. Переходя к задней части, здесь нас встречает еще одна изюминка, она просто вот, это шедевр. Ну, посмотрите, все классно, красиво, мы открываем багажник автомобиля, я знакомлюсь с ним впервые вместе с вами. Вот мы подходим, я говорю, слушай, а вот это что такое? Я сначала даже не понял, что это лежит, то есть, такое впечатление было, знаешь, что достаешь и что-то раскладываешь. А вот это, друзья, это просто ноу-хау китайское, а ты посмотри, это родня, это с завода идет, это сделано специально для того, чтобы когда ты вдруг полезешь сюда, ты ничего не поцарапал. Ты мог взять цементик вот так вот, ножкой подтянуть, туда закидывать, и чтобы тот самый пластик у тебя оставался красивым, чистеньким. Ну, это вообще просто прикол, то есть, сначала я бы подумал бы, что, допустим, владелец сам купил себе, знаете, как говорится, заколхозил что-то, заказал с Алиэкспресс, но говорят, нет, вот так вот от официального дилера машина, как вы видите, новая, вот идет с завода. Значит, всякие вот эти ниши и прочая запаска лежит, на этом мы даже не останавливаемся, потому что те, кто покупают автомобиль, я думаю, вы уже все эти ролики посмотрели, как бы моя задача сделать общую выжимку такую, показать, что есть. Почему? Я прям захотел снять вот эту машину, но она реально симпатична по внешнему виду. Она действительно дает неплохие заявочки по характеристикам с точки зрения технической части. Давайте просто-напросто послушаем не меня, а послушаем владельца, почему он купил себе вот этот автомобиль. Ну, была у меня Мазда шестерка 2014 года. Откатал на ней шесть лет, получается, ну и решили с женой уже поменять на новую машину. Ну, вторичку мы рассматривали, только мы обращались в автоподборы всякие. Рассматривали мы Мазду пятую, CX. Нам вот в автоподборе говорили то, что, ну, найти нереально живую машину, а если мы что-то и подберем, то это будет, скорее всего, биток из Америки. Вот так вот. То есть все, да, заканчивается машина. Да, то, что Мазда CX-5, они по рукам расходятся, как бы, от друзей, от семьи и тому подобное. Они, как бы, живые, сейчас не выкладываются на сайты всякие. Ты же не являешься, там, автоэкспертом, профессионалом в автомобилях. Соответственно, информацию ты черпаешь так же, как и многие из интернета. Вот вы начинаете рассматривать автомобиль. Вообще, что вы посматривали, на что вы смотрели? Ну, так же китайцев и смотрели. Да, именно тебя. Вот. Чинган смотрели, Хавал. Как бы Хавал вообще не зашел. Чинган, Юникей, вот это прикольная была машина. Но цена, конечно, подороже. Плюс, все-таки, это Чинган. А тут мы рассматривали Джили еще. Это все-таки Вольво. Это все-таки немножко понадежнее. Плюс, много отзывов того, что, ну, машина лучше. Однозначно. Не китайский китайцы. Какие минусы про эту машину отмечают люди? Про вот эту? Да. Про Джили и Атлас. Мы почти вообще минусов не нашли. Не существует. Одни плюсы надо брать. Ну, да. А поделись, пожалуйста, вот просто своими наблюдениями, эмоциями. Ты пересаживаешься с машины, ну, откровенно уже, да, старая машина 14-го года. Ну, это, блин, пипец. 10 лет машине. И вот ты садишься сюда, с женой садишься. В любом случае, там, совещаетесь, обсуждаете. Что вам прям здесь прям понравилось? Можешь прям пальцем показать? Не знаю, что тебе прям по интерьеру зашло? Да все. Вообще полностью все. Единственный минус, который был, это почему-то вот здесь вот пластик находится. Ну, снова уже китайцы на чем-то сэкономили. Ага. Остальное все полностью понравилось. А, ну, еще могли бы, конечно, крышу в черной покрасить бы. Или алькантары сделать. По сути, все. Ну, глянешь, глянешь, как у всех китайцев. То есть, с твоей стороны к чему-то там придраться, сказать, что это плохо, прям, ну, норм. Да, ну, снова уже ты уже сказал насчет кнопок. Были бы кнопки, было бы прикольнее. Многие люди, как я сто раз уже говорил, голосуют рублем. Более доступный кредит. Машина на гарантии. Машина новая. Ты ее купил, все, голова не болит. Современный автомобиль. Он оснащен кучей различных опций, которых у людей в БУшке никогда не будет. Для кого-то это не важно. А кто-то вот хочет новенькое что-то попробовать. Опять же, если сейчас провести такой глобальный опрос. Для многих людей уже, вот, например, китаец Джили, в частности, будет стоять, ну, может быть, чуть пониже, там, японцев, корейцев. Они скажут, а что нам RAV4? А что, всегда прям хороший был? Ну, да, надежный. Я его по наследству детям передавать не собираюсь. Поезжу там пять лет, скину. Три года проезжу, скину. Здесь тоже очень много нюансов. Вот, типа, а что делать тем, кто купил автомобиль совсем недавно с передним приводом на роботе, и тут тебе на подарочек выкидывает Джили, появляется автомобиль на полном приводе с автоматом. Вот это интересно. Посмотреть, что будет в втором поколении в рестайлинге. Потому что вполне возможно все вот эти такие минусы, которые, казалось бы, мелочи, не имеющие решающего значения, но мелочи решают все, про это стоит не забывать, подшаманят, подделают, и потом второе поколение будет еще лучше, чем вот первое поколение. Ну, вы поняли, рестайлинг. Поэтому все это спорно. Я могу одно сказать, что вот многим, да, допустим, сейчас что-то там смысл куда-то ехать, разгоняться там 140-160 для того, чтобы проверить шумоизоляцию. Многие люди, я вам так скажу, они вообще не понимают, кто покупает эти машины, что такое шумоизоляция, где она хорошая, где она плохая. Вот я в тот раз сопрокинул фразу, что Джили ховал Джулион фиговый по шумоизоляции. Многие на меня накинулись, мол, чего ты гонишь, нормальная шумка. У меня у знакомых есть Джулиона, я у них спрашиваю, говорю, что скажешь по поводу шумоизоляции. А они отвечают, и я понимаю, что они вообще ни хрена не понимают, типа, ну, в смысле, как понятно, шумоизоляция. Ну, нормально, еду и еду. То есть нужно попробовать, почувствовать людям больше. Это блогеры, там, автожурналисты имеют возможность. Вот я, к примеру, я не считаю себя автоэкспертом, но я за свою жизнь уже проехал на большом количестве автомобилей, на разных. Мне есть хотя бы с чем сравнить. А кто-то поездил за жизнь, там, на двух-трех автомобилях, и все. Поэтому вот он садится, особенно, когда тебе машина понравилась, когда ты загорелся. Вы же все прекрасно знаете, что такое загорелся, когда ты все, я хочу, мне надо. Здесь еще важный момент, интересный, по поводу покупки автомобиля. Сколько, получается, у тебя был первоначальный взнос на нее? Два миллиона четыреста тысяч. Вот, и ты берешь сколько в кредит? Миллион сто, плюс каска. Вот, миллион сто, ты покупаешь буквально неделю назад, а какая у тебя ставка вышла? Одиннадцать процентов. А где бы ты еще взял бы такой кредит потребительский, да, если покупать, допустим, вторичечку что-нибудь? А что купить за два миллиона на вторичке, это вот это вообще большой вопрос. Ты как думаешь, сколько ты на ней поездишь? Ну, гарантию, я думаю, точно откатаю. Пятачок по-любому? По-любому. А там уже по ситуации, что называется, будем смотреть. Мало ли рестайлинг выйдет еще, мало ли машина прям вот зайдет, как хотелось бы. Вот, а выйдет рестайлинг, может быть, трейд-ин и новая машина. Какие-то переживания вообще есть по поводу машины? Вот, знаешь, с точки зрения того, ты купил ее, да, ты ее взял, но думаешь, блин, а может что-то тревожит или... Честно, нет. То есть, в целом, как бы, посмотрев все ролики на YouTube, почитав, послушав тех же самых, наверняка, менеджеров, ответ такой, что бояться нечего. Ну, по сути, да. Ну, и причем машина-то на гарантии находится. Как бы, что бояться тут. Главное, самому ничего с ней не сделать и не лезть куда не надо. Вот эту машину Антону помогал покупать я. И пришел он ко мне как раз с тем самым предложением от одного из дилеров, куда он заехал. И его ему улучшили на 130 тысяч рублей. Это, к слову, о том, что, казалось бы, дилеры-дилеры, а все торгуют по-разному. Каждый желает заработать. Про это не забывайте. Цены я публикую в телеграме канала. Все вы об этом прекрасно знаете. Куда я вас без конца приглашаю подписаться. Надо подписывайтесь, не надо. Не подписывайтесь. Вот в этом коротком ролике по факту вся выжимка. Вот я вам еще вывожу даже на экран такой развернутый отзыв, где человек, имея новый, когда-то Тигуан откатал на нем 4-5 лет, и пришло время покупать автомобиль. Что брать? И вот люди встают перед этим выбором. Те, кто хотят альтернативу, не китайцы, без проблем, такое есть. Но это, как правило, будут либо б.у. автомобили привезенные, либо то, что вы найдете в России, либо же покупают новые машины, но по совсем другим ценам. Вот сегодня я прокинул фразу, там, Тойота. Тойоту RAV4 в максимальной комплектации. Какая у нее цена будет? Совсем другая. А если вам нужно кредитное плечо, где вы найдете такие ставки, там, на 5 лет 11% сейчас, чтобы ты потреб взял? Нигде. И про это мы точно так же разговаривали в выпуске о ситуации на рынке в целом. И задача донести до вас информацию, чтобы вы понимали, что китайцы, они не идеальны, как и любой другой автомобиль. Не существует. Автомобили идеальны. Вот эти палка под капотом. Мы всегда про это смеялись с вами на протяжении, не знаю, лет 10 уж точно. Когда показывали автомобили, которые не премиальные. Ведь у нас газоупор, это уже совсем другой уровень автомобиля. Им подчеркивают, что это бизнес-класс. И все остальное. Вот эти все мелочи, которые в совокупности говорят, да, это хреново. Это китаец. Это звучит сразу по-другому. Поэтому, друзья, катайтесь, изучайте, смотрите, принимайте решение. Что вы сможете купить в своем бюджете на те суммы, на которые вы способны. Но, как показывает практика, вот народ с удовольствием. Или не с удовольствием, но китайцев берут. Поэтому смотрите, считайте, взвешивать. Я вам рекомендую доехать. Просто как минимум потрогать, посмотреть на этот автомобиль. Посчитать те же самые ваши кредиты. Уже для себя принимать решение. Нужна вам эта китайская шушлайка? Или же вы пойдете, возьмете себе целый Тигуан, но пятилетний спробегал. Тут уж вы пишите ваше мнение в комментарии. Не добавить, не убавить. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канала. До новых встреч. Всем пока-пока.